Добрый день, добрый вечер, доброе утро всем. И сегодня мы поговорим о том, возможно ли, реально ли вообще провести свадьбу на Кипре за 24 часа. Напоминаю, что это видео больше касается граждан Израиля, но на самом деле, в принципе, для любых других национальностей, вернее гражданств, мы сейчас говорим о гражданстве, это реально. Кроме некоторых исключений, о которых речь пойдет позже, вы поймете, про кого я говорю. Но еще раз, свадьба за 24 часа на Кипре для граждан Израиля это основная тема этого видео. На просторах интернета очень много рекламы свадеб на Кипре, и очень много говорят об этом, что в течение 24 часов возможно провести брак и сочетание, оно будет абсолютно легальным. Я хочу ответить вам на вопрос, правда ли это. И да, это возможно, это реально. И что для этого нужно? Ну, для начала нужно, собственно говоря, забронировать ваши рейсы. Если мы говорим утро-вечер, то есть реально там приехать утром, улететь вечером, если есть такие рейсы, то вообще замечательно. Но также можно приехать, желательно прилететь, конечно, утром и улететь днем на следующего дня. То есть все это потому, что сами бракосочетания, они проводятся до часу 30 до 2 в зависимости от муниципалитета, а потом вам нужно будет еще кое-что сделать с вашим свидетельством о браке, поэтому как бы в утренние часы, в крайнем случае дневные, они вам будут необходимы. Далее вам нужно забронировать дату и утреннее время вашей церемонии в муниципалитете по вашему выбору. Об этом мы поговорим позже. И вам нужно иметь либо машину на прокат, либо иметь таксиста, который вам поможет в кое-каких передвижениях для кое-каких формальностей, о которых мы тоже будем говорить позже. Более того, вам необходимы будут все документы, которые вы заранее подготовили и которые вы уже проверили в муниципалитете по e-mail до этого на их правильность. Какие документы, я записывала ранее про это видео, и вот тут вот есть ссылочка, по которой вы можете это видео посмотреть и узнать, какие же документы необходимы гражданам Израиля для бракосочетания на Кипре. Небольшой лайфхак. Да, лучше все-таки забронировать номер в отеле или в апартаментах. Ой, тут у меня ошибка. В апартаментах, конечно. Чтобы иметь возможность принять душ или переодеться. Я говорю в тех случаях, если вы прилетаете утром, улетаете вечером. Если вы остаетесь overnight, то в любом случае вам нужно будет где-то переночевать. Так что это уже все будет понятно. Как все происходит? Утром вы... Все на самом деле очень легко. Утром вы приходите в муниципалитет и заполняете заявление на бракосочетание. В принципе, это все будет готово заранее. Там вам нужно реально прийти, привезти все ваши документы, оригиналы всех документов, которые вы уже подтвердили ранее. И расписаться на заявление. И проверить правильность этого заявления, чтобы там не было ошибок. Потому что все, что вы там укажете, пойдет в ваш сертификат о браке. И потом будет очень сложно что-то исправить задним числом. Для бракосочетания, которое проходит на английском языке, необходимы два свидетеля. Поэтому лучше заранее сказать муниципалитету, что вы будете только вдвоем, с тем, чтобы он предоставил вас этих свидетелей. Чаще всего они только на бумаге. И после того, как бракосочетание произведено, вы получаете на руки ваш сертификат о браке. Можно сразу заказать копию сертификата о браке заодно. И начинается самое сложное на самом деле во всей этой истории. Это поставить апостиль. Вернее, даже это не то, что самое сложное. Это требует некоторых телодвижений и передвижений. Что такое апостиль? В принципе, вы уже должны знать, что такое апостиль, поскольку вы его ставили на ваши документы, которые подготавливали для бракосочетания на Кипре. Но я еще раз напомню, апостиль это такая печать, которая ставится на обратной стороне документа, которая делает документ одной страны легальным для другой страны, который является членом Гаавской конвенции. То есть это Израиль, та же Россия, та же Украина. В принципе, практически все европейские страны. То есть для граждан этих стран, поскольку апостиль можно поставить буквально в тот же день, сразу после того, как вы бракосочетались, реально сделать свадьбу за 24 часа. Если кто-то из пары гражданин страны, которая не входит в эту конвенцию, это, ну, например, Канада. В принципе, практически все арабские страны. Например, Ливан. И поэтому для граждан этих стран нужно будет дополнительная легализация. И это немножко все, немножечко сложнее. Не намного, но есть свои сложности, поэтому в 24 часа там не управиться. И апостиль на Кипре ставится в Министерстве юстиции. Министерство юстиции находится в Никосии. Вот внизу, опять-таки, есть ссылка, где можно будет посмотреть адрес. И есть отдел в Лимассоле, который даже работает лучше. Он работает аж до 17.00, где также можно поставить апостиль. В зависимости от того, в каком вы муниципалитете расписываетесь, вы выбираете, в какой город поехать, чтобы поставить апостиль. Ну и по времени тоже смотрите, потому что в Никосии апостиль можно поставить только до 3 часов дня. И на данный момент в Никосии очень большие очереди, потому что это столица, и там много других людей, которым тоже нужно поставить апостиль на деловые документы, потому что он не только на свидетельство о браке ставится. И я бы рекомендовала Лимассол для этого. Но смотрите сами. Что нужно, чтобы поставить апостиль? Для начала нужно заехать на почту и купить специальную марку для каждого документа, на который вы будете ставить апостиль. Если у вас есть свидетельство о браке, например, и копия, то вам нужно купить две марки стоимостью 5 евро. На почте вы просто уточняете, что марка вам нужна для Министерства юстиции, и они выдадут вам нужную марку. Это специальные марки, не те, которые клеятся на конверты. Приехать в Никотию или Лимассол по тем адресам, которые я указывала ранее. И, собственно говоря, постоять в очереди и поставить апостиль. И после этого ваше свидетельство о браке и ваш брак, соответственно, становится самым что ни на есть легальным и действительным для Израиля и других стран, для ряда других стран. Вернемся к вопросу, где организовать бракосочетание, чтобы было удобно, во-первых, сделать, чтобы нам уложиться в те 24 часа, поскольку мы поставили целью именно это. И чтобы нам все успеть. Первое – это Ларнака, поскольку, во-первых, там находится самый крупный аэропорт на Кипре. Их, правда, всего два, но как бы самый крупный в Латнаке. Муниципалитет и очень много вполне нормальных отелей и апартаментов находятся в центре города в пешей доступности. То есть, кроме того, что вы поженитесь, вы еще там можете немножко погулять и посмотреть на некоторые достопримечательности. И вы можете поехать как в Лимассол, так и в Никосию для проставления апостиля. Пафос. Там находится второй аэропорт Кипра. И там туда летает Райан-Эр. Что это довольно дешевые рейсы, как вы все знаете. И там есть несколько муниципалитетов. Но для апостиля тогда подходит только Лимассол. Ну и, собственно говоря, сам Лимассол, куда можно приехать и через Ларнаку, и через Пафос. Там есть несколько муниципалитетов. Причем центральный из них, именно муниципалитет Лимассола, находится в шаговой доступности от того места, где ставят апостиля. Так что, как вы поняли, без разъездов куда-либо, либо из аэропорта в отель, либо из места бракосочетания к месту проставления апостиля, и потом обратно в аэропорт, вы не обойдетесь. Поэтому как бы шофер или машина в аренду вам обязательно понадобится. Я не рекомендую делать бракосочетания в Никосии. Во-первых, это будет дороже. А во-вторых, там больше трафика, вы больше устанете. Я бы не стала там просто даже рассматривать возможность бракосочетания, хотя это, в принципе, тоже возможно. И если вы не хотите заморачиваться всеми формальностями, а хотите просто 24 часа отдохнуть на Кипре, ну и пожениться, то мы предлагаем пакет специально для таких маленьких свадеб, куда входят уже и административные сборы, и, естественно, сама церемония бракосочетания, перевод церемонии бракосочетания на русский язык, поскольку, как я уже говорила, она происходит на английском языке, помощь и сопровождение в подаче документов, естественно, бронирование подтверждения даты и времени, проставление апостиля, это само собой, и доставка апостелированных в связи с браком паре. В данном пакете мы сразу закладываем два сертификата в браке, второй это наш подарок вам. И стоимость этого пакета всего 580 евро. Вы можете писать свой запрос по e-mail, который указан тут, или в WhatsApp, Viber, что вам угодно или удобно, по телефону тоже, который указан здесь. С вами была я, Александра Зимакова, агентство GIMIN-A «Ваша свадьба на Кипре». Продолжение следует...